Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Максим Виторган, который продолжает зарабатывать в России, бывший муж Собчак. Вы знаете, вот сколько таких Виторганов, которые, в общем-то говоря, таких резких публичных заявлений не делают, чтобы избежать проблем и продолжать зарабатывать в России, но при этом имеют позицию довольно понятную, собственно говоря, и, как пишет, ходят по краю. Вот что пишут СМИ. Многие граждане России уже давно говорят, что не хотят слушать от артистов про политику. Несмотря на это, немало деятелей культуры на регулярной основе пишут о ней в соцсетях, дают интервью на актуальные темы, в том числе, связанные с операцией и так далее. Кто-то делает это открыто, кто-то делает, как Виторган, пытается для всех остаться хорошим. 24 февраля одним из первых он отреагировал на объявление операции на территории сопредельного государства. Опубликовал черный квадрат, а после ряд СМИ сообщал об отъезде его в Израиль. Поговаривали, что назад возвращаться он не собирается. Однако в итоге надолго замолчавший Максим вновь засветился в Москве. Более того, он продолжает работать. Сейчас в открытых источниках можно увидеть информацию о трех проектах с участием бывшего мужа Собчак, который на данный момент находится в разработке. «Бар – один звонок», «Игра головой», «Нежность 2». Ранее с Виторганом в России вышел фильм «Беспринципные в деревне». Значит, в общем, понятно, почему Максим не присоединяется к моим друзьям, активным выступающим против операции. Но причем на фотографиях он в Израиле появлялся с, скажем так, иностранными агентами. Но и молчать он тоже не хочет. В запрещенной грамме актер регулярно оставляет то полунамеки на свою гражданскую позицию, то вдруг начинает прямым текстом говорить про политические темы. Так сейчас Максим решил углубиться в изучение такого явления, как пропаганда. Выставив, значит, персональном микроблоге книгу, которую сейчас читает Виторган, сделал весьма смелое для себя заявление. «Как именно нас имеют?» «Точка». «Все по полочкам», фото, да, книжка называется «Пропаганда». То есть он с таким, знаете, как бы полунамеком, полунамеком. «Как именно нас имеют?» «Все по полочкам». Надо сказать, что пока не очень понятно, продолжает журналист, какой будущее для себя видит муж, бывший Ксении Собчак. Он не перестает, по мнению народа, плевать в Россию. Только недавно Максим в очередной раз начал дразнить общество, нахваливая концерт иноагента Земфиры в Латвии, на котором присутствовал лично, лично. И самое главное написал, это не дискредитация чего-нибудь, чего нельзя дискредитировать. Ну, то есть такая издевательская, издевательский посыл, что я ничего не дискредитирую, чего можно дискредитировать. Что мало того, что уже как бы не осталось вещи, которые дискредитировать нельзя. Одно можно утверждать точно, при таких скандальных поступках актер рискует потерять возможность сниматься в России, а заканчивают журналисты. Друзья, ну, я еще раз скажу, таких виторганов, наверное, много, потому что люди, в общем-то, их позиция ясна, понятна. Но они просто не озвучивают прямо, потому что у нас есть, озвучил позицию конкретно, есть статья, или же, так сказать, каких-то комиссий, таких, знаете, морально-нравственных в культуре их нет. Чтобы человек, вот его позиция понятна, но он не озвучивает, чтобы подпадала под статью. Но его все равно можно пригласить на беседу, выяснить его позицию и, соответственно, принять какие-то по нему решения, потому что он и сейчас этот человек может, в общем-то говоря, непонятно чем заниматься в этом смысле в отношении своего государства, если он так относится. Ну и потом тоже, насколько благонадежно, в первую очередь, это гражданин. Друзья, что думаете на сей счет? Вот Бурляев, Николай Бурляев недавно говорил про закон о культуре, говорил об ответственности в исполнении указа президента. Очень бы хотелось, мне кажется, очень было бы правильно, может быть, я ошибаюсь, чтобы какие-то были все-таки комиссии, комиссии, которые могли бы, понимая вот по поступкам человека, который не озвучивает мнение свое, могли бы с ним проводить беседы и как-то выяснять его позицию относительно собственной родины, а может быть, уже и не родина, не знаю. Это у них надо спрашивать, как раз вот об этом, как раз для этого комиссии, мне кажется, нужно создать. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии, в описании к видео для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм, канал Будда Гришна, новости, новости в формате 24 на 7, внизу здесь ссылочка на мои социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники из запрещенных грамм. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.